Фаленопсис Романс О его пересадке Ссылочка на него сейчас всплывет в подсказках И пересаживала я его в начале июля Где-то в первую неделю июля И получается июль, август, сентябрь Ну получается практически 3 месяца этот фаленопсис уже у меня И посмотрим на то, какой же результат на сегодняшний день Но перед этим я хочу передать привет своим замечательным зрительницам Лилии и Валерии из Рязани Спасибо вам огромное за ваше внимание к моему каналу К моим видео, за ваш интерес И к этой рубрике передачи приветов на моем канале Большое спасибо всем моим зрителям за ваш интерес к моему каналу И все, кому будет приятно услышать от меня привет Пожалуйста, пишите об этом под любым видео Пишите ваши имена и город, откуда вы И я с радостью передам вам привет Ну а теперь давайте посмотрим на орхидеечку Вот он, моя оценочка Буквально на днях он зажелтил листочек И я его удалила Вот этот нижний листик Вот он потерял тургор И уже немножечко вот так вот мнется Но зато из серединочки листик он вот так вот вырастил за эти три месяца А был совсем небольшой листочек И вот этот лист, он мягкий, но тургор при нем И за эти три месяца вот его корешочки Вот новый корешочек здесь Так, вот здесь вот новый корешочек виден Сверху вот они новые корешочки Вот они как раз тут все Вот она красота вот эта вот вся Прикрою малышей Вот здесь вот корешочки Я их все тоже вот прикрываю Чтобы они не темнели, не чернели Вот он малыш Вот такое вот чудо Здесь вот тоже корешочек вот он растет И там вот вот они вот все новые корешочки Свеженькие Прекрасные корешочки Такая вот прелесть И еще он решил дать мне детку на цветоносе Вот она малышка Вот такая крошечка Я сначала не поняла, что это Я сначала подумала, он свести собрался Уже собралась удалять цветонос Вот это вот ответвление Потому что, почему я подумала, что это цветонос? Потому что у него вот кончик был очень такой вот остренький А потом я присмотрелась Я решила подождать Убедиться, что все-таки это цветонос, а не детка И увидела, что нет, все-таки это деточка Ну и деточку, конечно, я уже деточку удалять не стану Ну понятно, конечно, что на нее тратится много сил Но зато радует то, что он растит корешочки И да, возможно, детка будет развиваться медленнее, чем того хотелось бы Чем она могла бы на более здоровом и крепком растении Но деточку я оставляю Это даже, это уже без слов И пускай он растит и деточку, и корешочки И листик Листик вот этот вот вырос тоже замечательный Хоть нижние листочки, они Вот этот вот он висит Этот вот потерял тургор Один лист он зажелтел Но зато вот новый лист, он уже вырос достаточно крепеньким И это очень обнадеживает Хорошенький мой малыш Радует Радует он меня Ну а этот листочек, он еще при покупке Во время покупки еще был вот таким вот Натреснутым И я все боялась, что этот лист отпадет Но нет, он сидит вроде как крепенько сидит Ну когда отпадет, тогда отпадет Я его сейчас не трогаю Не трогаю Как бы все Оставила Оставила в покое орхидеечку Обычно я их вот так вот Все уценочки, орхидеечки и не уценочки Я их пересаживаю Уже во время самой пересадки я удаляю Те листочки, которые на мой взгляд мешают мне посадить орхидеечку Так как мне хотелось бы, поудобнее, поглубже Ну как поглубже? Поглубже это всего лишь выражение такое А в принципе посадить ее Ну более оптимально под рост ее корней Если корни уже растут над уровнем листьев и цветоносов Только в этом случае я удаляю вот корешочки Ой, не корешочки, а листочки Ну корешочки, которые тоже для меня подозрительны Удаляю их При листочке я к тому, что есть орхидеи У меня посажены и с ювенильными листьями То есть орхидеи, у которых я не удаляла этих листьев Есть и такие орхидеи Потому что выше этих листьев корешочки еще не росли И в принципе они мне никак не мешали Естественно, я понимаю, что каждый лист Каждый листочек это сила растения Это его сила, его питание Я все это отлично понимаю Но вот бывают иногда случаи, когда все-таки я принимаю решение Решение удалить листик Ну вот такое вот у меня на сегодня видео Надеюсь с ним дальше тоже все будет хорошо И с деточкой тоже И вам спасибо большое всем за ваше внимание И всем пока, всем до новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!